Украина плотно интегрирована в мировой рынок зерна, потому все процессы, происходящие вокруг стоимости пшеницы, отражаются и на нашей стране. Рост цен на зерно, а за тону пшеницы предлагают уже 250 долларов, идет за собой повышение стоимости муки, а соответственно и хлеба. В Министерстве агропромышленной политики предупреждают, нужно готовиться к новой волне повышения цен на хлеб. Объективные факторы, к сожалению, ведут к тому, что цена на такую продукцию будет немножко повышаться. Как минимум по зарплате, ну и по польному тоже у нас идет тенденция к возрастанию всех составляющих цены хлеба. Поэтому ничего здесь, скажем так, экстраординарного в том, что и сам хлеб, соответственно, как конечный продукт дорожает, не происходит. Но при этом еще раз хотелось бы повториться, что нет критического для внутреннего рынка дефицита продовольственных зерновых. И действительно, рост минимальной зарплаты, цен на газ и горюче-смазочные материалы обязывает производителя искать дополнительные средства для обязательного отчисления в бюджет. Проще всего это делать в кошельках и карманах потребителей хлеба. Постоянно растет минимальная заработная плата. Вроде бы, как, у меня миссия говорит, это забота о населении. На самом деле, это забота о бюджете, потому что те же производители хлебовочных изделий, они вынуждены постоянно увеличивать отчисление в бюджет в качестве подоходного налога, единого социального взноса. Потом постоянно растут тарифы в сфере естественных монополий. Это также сказывается на себестоимости продукции. Опять-таки, цель поднятия тарифов – это рост доходов в бюджет. Если с минималкой топливом все понятно, то почему же при не самой плохой урожайности на 12-15% выросла в цене мука? По мнению экономистов, даже с учетом неурожая в странных импортерах украинского зерна и, как следствие, повышения цен на пшеницу, наше государство могло запросто обезопасить рынок хлебобулочных изделий от потрясений. Экспорт растет большими темпами, чем производство зерна. Экспортеры за счет высоких цен и за счет объемов экспорта получают огромные деньги. А на внутренний рынок попадает все меньше и меньше зерна. Как, например, скурячина. Такая же ситуация. Один к одному. В результате, исходя из закона спроса и предложения, цена на внутреннем рынке в Украине из-за снижения предложения постоянно растет. Ситуацию, при которой экспорт зерна будет ограничен до тех пор, пока ситуация на внутреннем рынке не стабилизируется, ни экспортеры, ни скупщики зерна, ни чиновники даже не хотят рассматривать. Некоторые эксперты свято убеждены, все наши аграрии и должны работать исключительно на продажу своей продукции в Египет, Китае и Испанию. И профильное министерство должно им всячески помогать. Говорят, в развитых успешных странах в резерве сохраняется лишь 10-15% собственного выращенного зерна. Я тоже могу себе представить какие-то популистские заявления в том плане, что давай это заброн ему экспорт зерна и все будет доброе. Не будет доброе, потому что это рынок. И просто взять и запретить, я повторюсь просто, слава богу, мы не в той реальности находимся и живем, чтобы это делать. Потому что это может привести к еще более критическим как раз к лыванию и таким расшатыванию рынка. Вы знаете, там будет цепная реакция, поэтому я бы вообще не хотела сейчас даже моделировать этот вариант, потому что даже не кризис препроизводства, это сразу черный рынок, это сразу опять те же спекуляции, это сразу много чего другого, поэтому ни к чему хорошему такие вещи не приводят. Работа министерства аграрной политики заключается в том, чтобы помочь сельхозпроизводителю продать свою продукцию как можно дороже, а не следить за тем, чтобы ее не вывезли, чтобы она осталась на территории Украины. Если вдруг сложится ситуация, при которой наша продукция будет так пользоваться спросом, ее будут вывозить, ну и слава богу, пускай следит за всеми остальными социальными факторами министерства социальной политики. Я думаю, мы обязательно к этому дойдем. Но даже такой расклад имел бы право на существование, если бы наше государство было бы полноценным ассоциированным членом Евросоюза. Сергей Якубовский поясняет, почему это пока не так. Безбарьерный экспорт зерновых должен сопровождаться таким же доступом для иностранных инвестиций. Если в 2013 году только треть зерна, которая выращивалась в Украине, вывозилась, то сейчас более двух третий выводится на экспорт. Если бы Украина была открытой страной для иностранных инвестиций, если бы руководство страны не препятствовало притоку иностранного капитала в страну, то проблемы не было. Сюда бы пришли иностранные инвесторы, которые бы увеличили объемы производства. Украина по-прежнему остается в числе мировых лидеров экспорта зерна. Не забывайте об этом, когда будете отдавать за булку обеденного батона 15 гривен.